привет всем привет сегодня я слушал электроорган а точнее орган хаммонд b3 хаммонд звучал под пальцами вот этого парня которого зовут джимми смит к сожалению его с нами нет уже в 2005 году он закончил свой земной путь но он играл в общем до последних дней практически у меня правда самая поздняя его пластинка это 83 года с кенни баррелом вот еще всякие такие более-менее свежие дела ну для тех кто не знает такой джимми смит я могу посоветовать послушать для начала альбом майкла джексона bad там он играет на хаммонд органе джимми смит я имею ввиду а вообще джимми смит это самый главный наверное человек 20 21 века ну той части 21 века которую мы прожили с вами самый главный исполнитель на хаммонде джон лорд которого все прекрасно знают говорил что смит является его учителем равно как он является учителем макита эмерсона смысле игры на органе стива винвода и многих 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 знаменитых так называемых клавишников на самом деле я не люблю когда говорят клавишник музыкантов родился смит в двадцать пятом году в 2005 закончил свой земной путь и записал невероятное количество альбомов я даже не знаю сколько их на самом деле и тем кто интересуется его дискографии я не посоветую ходить на сайты такие общемузыкальные я очень люблю там он из играет например и постоянно пользуюсь этим сайтом но википедия музыкальная энциклопедия там очень фрагментарная дискография для того чтобы полностью ознакомиться с его пластинками с количеством его альбомов нужно ходить на специальные джазовые сайты специальные джазовые платформы сайты там достаточно есть и там так на скидку штук штук 60 сразу вылезает пластины джиме смита играл он с 14 лет на фортепиано потому что органа еще не было папа его был джазовым музыкантом и джимми смит с 14 лет уже с 14 15 начал помогать папе играл в разных джазовых ансамблях на фортепиано хотя при этом нот не знал бывает такое и я не уверен что он знал их и зрелом возрасте и в преклонном возрасте хотя какие-то основы конечно музыкальные грамоты безусловно уже должны были бы быть иначе сложно объясняться с коллегами аккомпанирующими джимми смитов что именно нужно играть какие именно произведения он играет и так далее ну вы понимаете что что-то все равно должно было в этом смысле прийти джимми учился в музыкальном колледже помимо всего прочего не зная нот вот как это может быть я с трудом себе представляю но он учился играть на фортепиано и на контрабасе будучи уже достаточно востребованным музыкантом и юным клавишником который играл в массе уже джазовых коллективов при этом параллельно пошел учиться и разрывался между учебой и постоянной работой работы у него было много потому что он копил деньги и не буду больше пить буду денежки копить как говорил мой большой друг в свое время приятель друг коллега и сосед по купчина андрюша свинпанов так вот джимми смит копил денежки и в начале 50-х годов купил себе первый электроорган хаммонд b3 хаммонд b3 был новинкой в те годы потому что был хаммонд а хаммонд a практиковался ну после б появился хаммонд c на котором играл джон лорд хотя многие думают что он играл на хаммонд b3 он играл на хаммонд c но иногда наверное использовал и b3 хаммонд c он побольше хотя неподготовленному человеку трудно отличить b от c в смысле хаммонда и с чем я хочу сегодня познакомить вас дорогие мои слушатели и зрители ну вот эти пластинки во первых джимми смит и вас монгомери это 60 если мне память не изменяет 6 66 по моему год или 65 друг нашел друга вас монгомери тоже не знал нот гениальнейший гитарист один из самых наверное таких известных джазовых гитаристов всего мира 20 в двадцатом веке хотя сейчас многие уже играют наверное и более широко более интересно более быстро хотя про интересно это отдельный разговор интереснее чем вас монгомери сыграть сложно потому что он изобрел свой специальный гитарный стиль о котором мы поговорим после когда будем говорить право с монгомери скажу только в двух словах что он очень усилил так сказать расширил игру октавами и игру аккордами очень быстро 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 невероятно быстро до него так никто не играл но сейчас так играют все потому что все слушали вас монгомери все снимают его технику его приемы и играют также быстро интересно и проще проще пара пластинок смита чисто блюзовых вот моим от живокин и хучи кучи мэн о которых тоже как-нибудь впоследствии мы поговорим а сегодня вот эта пластинка меня больше всего заинтересовала ну то есть как заинтересовала я просто слушал сегодня это джимми смит грувина small paradise называется она выходила раньше в двух видах в виде двух пластинок вот таких в оригинальном издании несколько лет назад вышла двойником что это такое это у нас 1957 год концерт в клубе смолс бар смолс не от того что маленький бар а это фамилия основателя бара бар был открыт в тысячи в 1925 году в тот самый год когда родился джимми смит и вот джимми смит подрос бак раскрутился джимми смит сыграл там концерт чем эта пластинка интересная она интересна тем что первых она очень качественно записана несмотря на то что это живой концерт во вторых вместе с тем что она записана качественно она полностью передает атмосферу именно клуба джазового клуба хотя зрители там достаточно тихо слышно их крики аплодисменты и смех но чувствуется что их много клуб небольшой сцена маленькая как вы видите состав следующий здесь джимми смит естественно орган эдди макфадден гитара и дональд дональд у меня зуб я так с трудом говорю дональд бейли ударный ноябрь 15 1957 год те кто знает и любит музыку джимми смита привыкли что лучшие его пластинки записаны с гитаристом кэнни барреллом здесь нет кэнни баррелла это ранний состав группы джимми смита макфадден дональд бейли ну и соответственно сам смит баса нет обратите внимание вас играется ногами на хаммонде группу doors помните там тоже ногами игрался бас мы здесь не немножко другой другой инструмент поэтому все хорошо пластинка совершенно безумная она безумная я очень советую ее послушать получите если кто не знает что такое кто такой и как играет джимми смит то вот пожалуйста ознакомьтесь after house первая песня первая пьеса песни кстати тут тоже есть на пластинках джимми смит еще и поет блюзом страшным совершенно голосом совсем не локальным но это делались это after house первое произведение 11 минут начинается она вот это сразу здесь сразу все понятно начинается она виртуознейшей игрой джимми смита хорошим аккомпанементом гитары поддержкой ударных и вроде все как у всех все хорошо гитарист даже несколько раз наверное многие ютьюбовские мастера скажут что это вообще фуфло потому что несколько раз они дотягивают бэнды знаете что такое подтяжки до явно не дотягивает немножко нотки но когда он не дотягивает это в пятый раз то понимаю что делается это специально что именно в этом кайф в этом такая маленькая грязюка на фоне чистейшей виртуозной скоростной игры джимми смита в какой-то момент смит берет а тональный аккорд а тональный аккорд он берет просто так вот ладонью раз и начинается соло уже на гитаре очень точная очень мягкая очень плавная хорошая как раз вот эти самые бэнды не дотягиваются такие такие вот специальные грязь к а потом смит начинает выделывать совершенно невероятные вещи он опередил свое время и он сыграл то что мы все слышали каждый из нас слышали набитых компакт дисках когда компакт диск биты да и вот ставишь он начинает так вот это все джимми смит выделывают на хамонтаргане когда это услышал впервые я просто одурел как это как это технически возможно сделать это можно сделать только взять аккорд и не ручку громкости а сеть вот так вот так с такой скоростью сыграть вот эти вот вещи причем еще не ритмично поперек это будь здоров что такое переключается тембр орган начинает реветь в одном фильме сказано коза кричала не человеческим голосом вот здесь хамонтарган начинает кричать не хамонтовским и не человеческим голосом и в общем становится понятно что джимми смит это не просто виртуозный музыкант а это человек со своим собственным звуком со своим представлением о музыке и то что он не знал нот расширила палитру его исполнительскую потому что он импровизировал так как никто не импровизировал и мне кажется до сих пор никто так не импровизирует совершенно нелогично не не стандартно и при этом дико музыкально при этом никуда не уходя из музыки оставаясь в музыке и все все выдерживая все все что нужно my funny valentine следующее полотно тоже на 11 минут но казалось бы my funny valentine все так и играется ну конечно с безумными импровизациями смита но тем не менее пьеса вся выдерживается однако в конце буквально последние несколько секунд несколько это порядка там 20 это немало начинается то что в принципе сейчас называется спейс роком орган опять кричит нечеловеческим голосом куда-то улетает вверх как это делает смит совершенно непонятно ну а до этого то что он играет в after hours там вообще там такие вот штуки на органе при этом очень быстро 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 еще один момент я вычитал такую штуку что на этом концерте орган был сломан у него переключатель тембров плохо работал и смит как-то его умудрился поставить среднее положение чего звук перкуссии на хамонтаргане стал совершенно не похожим на звук перкуссии на хамонтаргане и вот эта пластинка она в этом смысле отличается от всех остальных записанных джимми смитом пластинок которых порядка 60 как я уже говорил слайд слайд ли манкиш следующая песня на второй стороне слайд ли манкиш и лаура две песни на второй стороне 7 минут и 10 с половиной минут здесь джимми смит ушел от классической от интерпретации классических произведений в классической манере и рухнул в какой-то уже фриджаз неимоверный при этом оставаясь все-таки слушабельным все это мелодично хорошо здорово но абсолютная свобода творчества пошла такой авангард не авангард но уже то что эта традиция не скажешь никогда особенно слайд ли манкиш это пьеса джимми смита самого это не не зазовый стандарт ну в лауре тоже он постарался произведение классическая но он превратил его черт знает во что за счет своих безумных импровизаций imagination just friends loverman три пьесы на третьей стороне пластинки здесь постарался уже гитарист здесь уже он показывает что он умеет и бэнды дотягивать и все у него хорошо техника невероятная он играет везде в принципе такой прием который ему нравится восходящие и нисходящий пассаж очень быстро все это делается ощущение такое что эта чайка над морем поднимается потом камнем падает вниз какую-то хватает плотву и взмывает обратно и все это на каких-то там ну не сто тридцать вторых конечно нотах но на шестьдесят четвертых уж как минимум то есть скорость невероятная совершенно и четвертая сторона body and soul и back home again in indiana здесь мне кажется что уже начинается шоу потому что честно говоря я утомился слушать две эти пьесы хотя восторг полный испытал от трех сторон пластинки а четвертая сторона уже немножко меня выше было потому что ну все-таки это концерт все-таки это шоу и здесь музыканты выдают шоу с адской скоростью игра причем все быстрее 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 и очень долго очень длинно то есть body and soul 10 минут и back home again indiana 16 и все это на такой адской скорости что просто я уже между колонок как-то стал оседать я люблю очень скоростную игру на любых инструментах вообще хоть на баяне но здесь уж так это быстро и так это долго что как-то прибило хотя на концерте это было наверняка здорово а это концерт поэтому взятки гладки джимми смита все быстро круто мелодично музыкально и шоуменство наверняка здесь полный рост пластинок у него много поговорить есть о чем и я думаю что в следующий раз мы с вами поговорим вот об этой пластинке в с монгомере и джимми смит до динамик дуо называется она но это уже в другой раз с вами был я и время наступило пойти и пить пока